Валерий Шанцев урезал зарплату чиновникам. Указом главы региона с 15 мая по 31 декабря 2015 года размер денежного содержания губернатора, его заместителей и министров правительства будет снижен на 10%. Надо сказать, что экономить бюджетные средства на чиновниках Шанцев начал не сегодня. Еще в прошлом году сократил количество своих заместителей почти в два раза, а при формировании бюджета в 2015 году было заложено 35% снижение расходов на госаппарат. Сокращение реальное будет на 10% по фонду оплаты труда. Это не коснется самого денежного содержания, это коснется именно фонда оплаты труда. Да, значит просто в какой-то степени будут уменьшены стимулирующие выплаты. Сумма может составить порядка 230 миллионов рублей. Сэкономленные 230 миллионов направят в социальную сферу. Такое распоряжение уже дал губернатор. Нижегородцы поддержали. Правильно, мол. То, что деньги пойдут на социальные нужды, это просто замечательно. Пора давно поликлиники привести в полный порядок, а не как, а не в настоящее время у нас. Если учесть, что мы многодетная семья, и наши социальные нужды, вообще приходят все границы, по-моему. Мы очень даже будем рады, если нам чего-нибудь прибавят. Несмотря на жесткий режим экономии бюджетных средств, уже в начале 2015 года Нижегородская область сохранила лидерство по социальной поддержке населения. Расходы на эту сферу вырастут до 87 миллиардов, почти 70% в общих расходах бюджета. Также эксперты отмечают, что большой опыт работы с заемными ресурсами позволил правительству области удержать госдолг на безопасном уровне, в отличие от регионов, которые ранее избегали кредитов. В 2014 году нам удалось получить бюджетный кредит на 6 миллиардов рублей под одну десятую годовых, а также дополнительный бюджетный кредит на сумму почти 2 миллиарда. Он направлен на замещение кредитов в коммерческих банков. Нижегородская область вынуждена, как и другие регионы, брать средства на развитие. Но в отличие от других регионов, мы, так сказать, непревышаемо установили бюджетным кодексом планку в 100% от развития собственных доходов. Правительство Нижегородской области просто научило взаимодействовать с федеральным Минфином. Консолидированный бюджет за первый квартал 2015 года исполнен без нарушений и принят федеральным казначейством без единого замечания. Ксения Дорина, Иван Масов, Объективно, ННТВ.